Самолет Аэробус А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский вскоре после взлета. По данным авиакомпании, в оба двигателя самолета попали птицы, что привело к значительным перебоям в их работе. Вынужденное приземление произошло на кукурузном поле между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома в километре от взлетно-посадочной полосы. Четыре пассажира были доставлены в больницу. Серьезных травм у них нет. Лайнер следовал по маршруту Москва-Симферополь. На его борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия. Дорогие друзья, сегодня те, кто смотрит телевизор и интернет, стали обладателями уникальных кадров. Раннее утро. Кукурузное поле. Высокое, прекрасное, спелая кукуруза. И прямо посреди кукурузного поля огромный самолет-аэробус и люди, которые звонят, плачут, радуются тому, что остались живы. Я комментирую сегодняшнюю авиакатастрофу. Давайте называть вещи своими именами. Не жесткую посадку, а авиакатастрофу, произошедшую в километре от аэропорта Жуковский. Конечно, сейчас масса лжепророков и предсказателей будет рассказывать о том, что они предсказывали заранее то, что самолет рухнет. Я не предсказывал. Я не буду приписывать себе чужие лавры, хотя, честно говоря, мог бы предсказать. Обратите, пожалуйста, внимание только на одну вещь. Вот это уран, и вы видите букву С. Букву С, рядом английскую букву Р. То есть, что это значит? Это значит, что мы видим стационарный уран. Выдающийся астролог наших дней и выпускница школы научной астрологии Елена Петровна Никитина, кандидат физико-математических наук, еще несколько лет назад опубликовала в сборниках научных трудов европейских ученых статью, что согласно ее исследованиям, когда уран, планета авиации, становится стационарным, резко повышается количество и уровень авиакатастроф. Начиная с 8 августа этого года, уран в очередной раз вошел в фазу стационарности. И поэтому вот эта неделя, которая проходит сейчас, и уже она завтра завершается, обязательно должна была сопровождаться некой авиакатастрофой. Но, напоминаю вам, золотое правило прогностики. Если мы знаем, что произойдет и когда произойдет, то мы ни за что не можем узнать, где произойдет. То есть, нельзя знать ответ сразу на вопрос из будущего, что, где, когда. Мы знаем только, например, что и когда, но не знаем где. Итак, неделя стационарного урана. Вся энергия стационарности до сегодняшнего утра, очевидно, уходила на те революционные проявления, которые имеют место быть сейчас в Москве. На протест оппозиции, уличные шествия и так далее. Но, видимо, уран решил, что как же обойтись без родной авиации. Завтра истекающий день периода стационарного урана. И уран захотел вернуться к своей излюбленной теме, к авиации. Итак, аэропорт Жуковский. Раннее утро, 6-10 утра. Взлетает самолет рейсом Жуковский в Симферополь. Дело в том, что на момент вылета в методике астроавиация принято строить гороскоп. И мы видим, что в гороскопе вылета, помимо стационарного урана, есть признаки катастрофизма. А именно, злой Марс застыл над асцендентом и Луна в кадентном доме. Из четырех признаков Чарльза Картера, это признаки катастроф и несчастных случаев. В этой карте мы видим полтора признака, но можно считать, что даже два, потому что Марс не просто завис над асцендентом, а сам он находится в терминальном градусе. Это увеличивает катастрофизм. Тем не менее, два это не мортальный уровень. Катастрофы со смертельным исходом начинаются с момента, когда в гороскопе события два с половиной и больше признаков. То есть карта на момент взлета была катастрофичной, но не дотягивала до смертельного исхода. Однако, обратите внимание, Марс в терминальном градусе льва, огненный знак, загорелись двигатели. Еще предстоит выяснить, почему они загорелись. Ну, согласно официальной версии, птицы всегда главные враги авиации. При этом, для кого не секрет, что в зоне действия взлетно-посадочной полосы существуют специальные современные частоты, которые разгоняют определенными частотами птиц. Поэтому, откуда там взялась стая, это еще предстоит выяснить следственным органам. Не знаю, насколько они будут правдивы, уже прошла информация, что да, птицы были, но птицы это следствие излюбленной темы областников. И тоже, собственно, по урану борцов с властью о том, что там недалеко действует очередная мусорная свалка. И эта свалка и явилась местом притяжения всех этих птиц. Ну, в общем, это еще предстоит выяснить. А теперь вернемся к началу. Итак, стационарный уран, при котором происходят авиакатастрофы, карта с полутора-двухпунктной катастрофичностью, повторюсь, это Марс над асцендентом в терминальном градусе, кадентная луна, и все-таки никто не погиб. Почему? Давайте разберемся по числам. В декабре прошлого года в рамках мастер-класса нашей школы я впервые провел курс, который так и назывался «Астроавиация», на котором представил все необходимые методики расчета любого авиарейса. Без лишней скромности скажу, что ни в одной другой астрошколе подобного курса не было. Астроавиация. Здесь применяется и астрология, и нумерология для друзей нашего канала. Хочу заметить, что мы нумерологи не в меньшей степени, чем астрологи, хотя, конечно, не позиционируем себя, как некоторые товарищи, главными нумерологами мира. Мы просто работаем. Итак, смотрите. Вот формула рейса. Аэропорт Жуковский, Иатовский код ЗИА, аэропорт Симферополя, Иатовский код СИП и номер рейса Ю6-178. Превращаем все это в числа методом суперпозиции. ЗИА это девятка, код рейса это семерка и СИП это восьмерка. Конечно, в принципе, рейсы из Жуковского в Симферополь, они изначально проблемны, потому что 9 и 8 не оставляют нам никакой возможности для маневра. Ну, вот это 7, да. Это 7 говорило о том, что со взлетом, в принципе, проблем не должно быть, но вот долететь до Симферополя такому рейсу по такому маршруту должно быть непросто. Но это, в общем, формула рейса. Она безотносительно даты и безотносительно командира корабля. Теперь давайте прибавим к этому параметры сегодняшней даты, а именно 15 августа и год 2019. И что же у нас получится? В результате этого суперсложения у нас получится 6, 6 и 2. 6, 6 и 2 абсолютно благоприятные числа по методике астроавиации, потому что катастрофы несут здесь восьмерки и девятки. Таким образом, расчет этого рейса на сегодняшнюю дату теми методами, которые используются в астрологии и нумерологии авиации, показывают абсолютно благоприятный результат. Вот, друзья, почему сегодня никто не погиб. Но вы скажете, так что в этом заслуга только чисел и никакой заслуги пилота? Ни в коем случае. Именно взаимодействие, благоприятное взаимодействие даты рождения Дамира Юсупова с формулой рейса и с сегодняшним числом календаря, также показало абсолютно благоприятный результат. Поэтому, если спросить, кому люди обязаны своим спасением, они обязаны своим спасением Дамиру Юсупову, в первую очередь ему. А почему они подверглись угрозе жизни? А потому что Жуковский. А потому что аэропорт Жуковский, вот он Зия, он вообще изначально девятка, он вообще изначально в московском авиаузле окажется самым проблемным аэропортом. Не Шереметьево, который в силу недавней трагедии принято ругать в хвост и в гриву. Не Внуково и не Домодедово, а именно Жуковский. Избыточный, как говорят эксперты, потому что у нас сама тройка уже не дозагружена. Домодедово, Внуково, Шереметьево. То есть он избыточен, он лишний, он ненужный, так он еще и вдобавок самый проблемный. Так что, друзья, будем применять методы астрологии, нумерологии к теме астроавиации и будем желать всем счастливого, доброго неба над головой.